добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики сегодня вот привезли такого довольно таки интересного пациента этого пациента привозили мне в середине декабря по моему или начале декабря двадцать первого года и батарейка улетела как бы неплохие параметры были сейчас вот привезли и и вот с такими параметрами один по суху процент 1 процент 28 заряда 69 пусковой ток напряжение 1217 и сопротивление 4040 ткнул нагрузочной вилкой дабы проверить не замкнута ли батарея все баночки в ажуре во всех баночках нету ни кипения замерить также замерил плотность и плотность в этой банке 123 в этих банках 125 во всех банках почему-то минусовая баночка у нас просила здесь тоже 123 плюсовая также за такой короткий срок но вроде как у клиента выше устроя генератор будем разбираться довольно интересные показатели довольно таки интересные сейчас добавлю водички буквально по 20 миллилитров залью те банки которые опережают в которых они 25 и начну работать с этой батарейкой сделаем замер более наглядным появилась 33 задали у водички и появилась 33 например нрц было 1217 сейчас 1220 и немножко увеличился пусковой то 73 было 69 что нам показывает вилочка вилочка показывает что батарея абсолютно не крутящие если вольтметр показывает 12 2 и все тухнет вот так вот так закидываем зарядный бокс закинул зарядный бокс работать будем с батареи в один прогон выставляем как обычно 17 вольт и 2 ампера и давайте выставим полтора ампера потому что нет все таки два двушечку и включаем зарядное устройство так окончание рабочего дня без 5 5 подъехали клиенты стоят перекуривают сейчас видимо зайдут так оставляем ее на ночь посмотрим что батарейка покажет утром выставил 2 ампера но выпил выдает 1 и 7 ладно пойдет пойдет в принципе погнали наши городских ну спустя час двадцать где-то вымпел нам написал заряд окончен не хочет работать 57 вымпел с этой батарейкой поэтому заки перекинем крокодилы на наших китайских друзей и так переставим на китайского друга наша наша г-6 ампер устанавливаем ток зарядный и оставляем эту батарейку до утра чем удобно чем хороши эти зарядники тем что они очень хорошо пережевывают вот такие батарейки проблемные и можно оставлять смело и без всякой без всяких опасений за то что произойдет либо перезаряд или еще какие проблемы тащит не аккумулятор на зарядку и можно смело оставлять до утра что мы сделаем проработали высоко нам число 17 наверное дело в том что с утречка отрубили свет и вот только что включили где-то может полчаса тому назад как видим китайчик дотянул до 02 ампера давайте замерим плотность в нашем кончике окончики окончики и что мы имеем ну плотность принципе 125 125 так сейчас быстренько перецепимся на лампел 57 который вчера не захотелось не работать такое бывает к сожалению а блин я эту батарейку еще и паял да 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 или нет а нет я и не паял показалось ну и шибанули был удар и часть корпуса корпуса отлетела так давайте а вот так вот можно сделать и так и обычно вот так вот подвешивают вот так вот чтобы они не мешались сейчас зарядник отключим и подключаем 57 вымпел так нрс 13 8 вчера я выставил оказывается 1 и 7 они не двойку давайте доведем до 2 ампер но сейчас в принципе можно уже ставить и два с половиной вот так два с половиной ампера и врубаем нашу зарядочку время пол перо начинаем работу до заряде 256 мы отработали практически три часа термометрии на батарейке как видим нет батарейка хал холодная 23 в районе 24 градусов это нормально электролит очень мутный ну очень не очень батарейка хапного горя так плотность у нас на текущий момент 127 в принципе можно прекращать заряд но минут 20 я еще отработаю сделаем некорректный тест дам батарейки отстояться до завтра у клиента моя оборотная батарея поэтому без проблем без проблем нам ее оставить чтобы сделать корректный замер вот друзья одному мне кажется или вот здесь все-таки циферка перебитая 16 на 18 год вот у меня такое подозрение смутное что я с таким уже сталкивался что видимо продавцы или кто-то перебивает года или все-таки камера не хочет все-таки фокусироваться мне кажется 16 года было бы то нет на 16 все-таки 18 10 месяц 18 года три с половиной года но батарейка работала вернее появилась неисправность генераторе и какое-то время возможно ездил этот парень с недозарядом вот он прошлый раз когда приезжал ко мне вот такие параметры остались по напряжению то есть напряжение с нагрузкой у него было 13 76 то есть батарея ездила с недозарядом где недозаряд там накопленный разряд и естественно первое первые минуты какое-то время батарея принимает удар повышенным током для того чтобы набрать необходимое напряжение для отключения зарядного реле зарядного реле так ну ладненько давайте подождем еще немножко поработаем с полчасика и будем отключать аккумулятор от заряда продолжаем в том же духе работу на 57 вымпели еще раз попробую донести весь принцип вот этого подпора в начале мы определили напряжение окончания заряда напряжение окончания заряда определяется двумя тремя процентами от емкости то есть от двух до трех ампер потоку даем 23 ампера в данном случае мы сразу установили два с половиной ампера и аккумулятор легко и просто долетел у нас до 16 2 вольт вот 16 2 вольта как раз будем считать за напряжение окончания заряда и в дальнейшем при снижении тока как только ток начинает падать продолжаем делать подпор на текущий момент догнал до 3 и 6 ампер так сейчас нам в импел покажет сколько мы с этой батарейки отработали и мы ведем зарядный бокс мерить плотность так проработали 3 часа 32 минуты сейчас мерил плотность плотность 1 275-127 по банкам есть небольшой разбег поэтому с этой батареи мы работу прекращаем будем давать ей дадим ей отстояться до утра давайте покажу плотность за практически один до заряд это батарейка вылетела но как видим такой электролит у нас но один двести семьдесят пять электролит довольно таки мутный принципе ничего страшного это у нас рабочая батарея которая работала на пределе своих возможностей так как пусковой ток и 120 ампер и чем ниже пусковой ток тем сильнее батарея напрягается будем так говорить при запуске где батарейка стоит на приори и в наших условиях при наших морозах такой пусковой ток он как бы минимальный должен быть без запасов так делаем некорректный замер батарейку сегодня отдавать не будем отдам ее завтра поэтому завтра мы сделаем еще один замер после отстоя который будет более корректный так 520 ампер вот так вот и что мы видим 64 процента по суху 416 ампер нс и естественно будет высокая сопротивление 663 в принципе в принципе это тоже такой вариант чтобы догонять до морозов до зимы и буду рекомендовать владельцу зиму эту батарейку все-таки поменять потому как она еще возможно будет крутить опять же это мое такое предубеждение будем так говорить потому что это химический элемент который может любой момент показать вам огромную и такую красивую дулю в любой момент батарея может отказать все что связано с кислотами все ненадежно так ну что ж давайте дадим батарейки отстояться до утра и утром уже сделаем более корректный замер и будем сравнивать показатели какие у нас получились после работы как бы батарейка будем так говорить не вредная батарейка легко вышла вылезла за один до заряд на душе спокойно и радостно так что ж отключаемся до утра на улице прекрасная весенняя погода солнечный денек так ну а мы наше утро начнем с ковыряния наши в нашем желтом акоме давайте замерим параметры насколько они продвинулись либо опустились за время простоя 520 ампер так ну видим что опять небольшую просадочку небольшая просадка отстой ничего не дал но 60 процентов батарейка выдает посоху 405 по пусковому и нрц 1275 вот такой вот результат нашей работы 400 ампер хватит для приоры за глаза батарейка должна по идее отработать лето и следующую зиму владельцу придется немножко раскошелиться ну что друзья на этом наш ролик будем считать завершенным вот такие показатели не удивляйтесь что бывают исключение исправил то что идет просадка после простоя но таковы реалии аккумуляторной друзья батарея батарея у нас просила за время отстоя ролики я с вами попрощался уже сказал вам до свидание помахал ручкой посоветовал уберечь свои батарейки но я наверное это окончание вырежу потому как решил с этой батарейки так как у клиентов есть моя оборотная батарея поэтому давайте еще позанимаемся немножко с этой батареи как раз то про что наступил момент наступил у нас момент работы в буферном режиме давайте попробуем ее немножко размотать на буфере и посмотрим что у нас из этого получится поставил на вымпел напряжение ставим 13 и 7 в пределах 13 6 3 на 13 с половиной 13 и 8 и ток уменьшаем на минималку вот в таком плане и независимо от того что нам вымпел будет говорить что олег николаевич давай все я завязал работать не хочу мы на него ложим большой толстый и продолжаем держать нашу батарейку в этом режиме так включаю зарядник и пошел наш буферный режим время 12 сегодня мы ее поддержим 6 часиков сделаем замер и после этого замера дадим батарейки отстояться до завтрашнего утра и будем сравнивать показатели ну что на 6 часов ухожу в туман а вымпел пусть потихонечку пилит этот окомщик практически сразу наш вымпел заряд закончил так ну вот мы выставили 13 6 давайте на десяточку добавим 13 7 на десяточку вот так вот 13 7 и вот в таком режиме оставляем ее эту батарейку париться так сколько у нас там времени пришло прошло полчаса и до 6 часов будем с ней работать образно говоря не мы а вымпел пусть поработает буфере и будем делать замер 6 часов 12 минут продлился наш буферный дозаряд время к вечеру проект пора ехать домой поэтому давайте друзья сделаем сейчас очередной до очередной тест вот еще один клиент созрел сделаем еще один тестик и посмотрим на динамику наши работы если есть какие-то изменения лучшую сторону то мы эту батарейку оставим до утра таком режиме буферном если динамики не будет то будем думать так обычная 520 ампер так мы видим ухудышение ухудышение так куда вы сделаем еще один замер видим ухудшение явное ухудшение поэтому батарейку оставляем в покое и пусть батарейка стоит до утра отстаивается утром сделаем еще один замер и будем принимать решение что нам делать с этой батареи дальше друзья делаем последний замер тестером после отстоя и на этом работу я буду прекращать с этой батареи буду звонить клиенту чтобы он ее забирал так ну в принципе как видим вернулись к тем значением которые были у нас после первого до заряда после отстоя эти параметры мы не увидели значит что давайте резюмирую вот эти после первичного первого до заряда будем так говорить основного до заряда мы увидели 63 процента это нам показала в принципе возможности этой батареи насколько насколько эта батарея может раскрыться все батареи ведут себя по разному поэтому делать какие-то окончательные выводы после каждого до заряда и после отстоя как бы но будет не совсем корректно сейчас мы увидели 63 процента 415 ампер пускового тока после отстоя и после буферного до ну возьмем за основу слова до заряд после буферного до заряда то есть произошло выравнивание и в итоге у нас батарея полностью раскрылась на все свои оставшиеся на всю свою оставшуюся возможность то есть те параметры которые мы увидели после до заряда их мы взяли за основу и после того как батарея стоялась показала более меньшие параметры нам нужно было эту батарея дотянуть хотя бы до тех показателей которые мы увидели после до заряда провели мы вместе с вами до заряд буферный до заряд и батарея после отстоя уверенно показывает те же самые результаты будем так говорить что своей цели мы добились батареи три с половиной года и для трехлетней батареи в принципе такие показатели я считаю неплохими поэтому всю работу мы прекращаем сейчас я звоню клиенту пусть притаскивает мою оборотку и забирает эту батарею в эксплуатацию отличная нрц 1276 прям как по книге три шестерки мне не совсем нравится что это только потому что это дьявольское такое число знак сатаны но будем надеяться что это батарейка будет и будет крутить как сатана все лето приорвано будет легко запускать ну а в зиму эта батарейка я думаю что уже не пойдет скажу клиенту чтобы копил откладывал деньги на новую батарею и если не хочет сопли на кулак мотать и ближе к зиме приобретает что-нибудь посвежее и помощнее на этом ролик наконец-то наш закончен всем пока всем здоровья удачи берегите свои батарейки всего доброго